И еще одно надзвучайное ударение сегодня отбылось на территории былого военного городка в Гродзенском микрорайоне Фолюш. Тут горела казарма, есть Ахвяры. Такой была легенда, у межах якой представники разных силовых ведомств отпрацевали взаимодействие подчас следших действий после пожара. Этот эпизод стал практичной часткой агульного в учебнометодичного сбора следших, экспертов, дознавателей и воротовальников. Наталья Рапецкая поприсутничала на учениях. Следшие прокуроры, эксперты на месте здарения. Некольких годин назад у казарми на Фолюши был пожар, у огня загинул человек. Это смоделеванная ситуация, но в основе реальные факты, с которыми регулярно садикаются подчас расследования специалисты силовых ведомств. Локальная проекция нижнего и верхнего повреждения, они практически совпадают. И это говорит о том, что вот примерно в этом месте находился очаг пожара. У рамках вучения у специалисты повинны были вызначить очаг узгорания, выпрацывать разные версии возникнения пожару, отшукать речевые доказы, вызначить виды экспертиз. Заразумело, что у всех этой идеи не выполняют представники разных ведомств. А тому вельми важно на каждом этапе расследования працевать зладженно. Капхутка, выкрать причины здарения, установить виновных. Более 30 пожаров мы плюсуем в сравнении с прошлым годом. Изучаем причины, изучаем факты, вырабатываем способы и решения, которые позволят правильно устанавливать виновных. Более в сжатые сроки разбираться с этими причинами. И, в общем-то, привлекать к ответственности виновных лиц в соответствии с действующим законодательством. А кроме практичной частки, агульный учебно-методичный сбор дозволил его удельникам обмерковать актуальное питание у тым лику по профилактице здоровья и гибели у огней людей. Як прогучала самый лепший выник работы разных ведомств, это попереджение пожаров. Самое главное – это вопрос профилактики. Самое главное – это сохранение жизни и здоровья людей. И наша задача максимально задействовать предоставленные нам законом возможности, для того, чтобы все субъекты профилактики включались в эту работу. Отзначим, что такий учебно-методичный сбор у регионе проводится у першиню. Поширенный склад его удельников, практичная частка в ученю от процовка суместных деяний у разных специалистов, выгодно вылучая дадзина мероприемства у списеподобных. Отповедно от состречи, чакают пленных выников. И, как прогучала агульное меркование, поширенный учебно-методичный сбор обовязково будет повторным.